Здравствуйте, дорогие друзья! Христос Воскресе! Последние дни остались пасхальные, буквально два дня до праздника Вознесения. И понятно, что это с одной стороны и грустно, с другой стороны праздник сменяется праздником, торжество сменяется торжеством. И мы движемся от одной глубины к другой глубине, как такие софиолангисты. Как эволангист погружается вглубь воды, мы погружаемся вглубь смыслов и какой-то мудрости. Вот сегодня мы договорились с нашим гостем встретиться и поговорить о празднике Вознесения, его богословском смысле, и вообще, что мы в этом празднике празднуем. В гостях у нас, как и в прошлый раз, отец Николай Зинин. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Отче! В прошлый раз мы с вами закончили беседу. Несколько провокативной мыслью с вашей стороны была провокация. Вот, провокация, ну, на размышления. Что ученики так ничего и не поняли, и как будто бы Вознесение — это удаление от диалога, как будто бы, ну, в общем, раз вы ничего не поняли, пошлю вам другого утешителя. Но про другого утешителя мы поговорим, может быть, в следующий раз в контексте уже праздники Троицы, рождения Церкви. А вот сегодня вам предстоит через три дня, сегодня понедельник, да, вторник, среда, в четверг вы будете говорить, допустим, я не знаю, будете ли вы по череде, у вас много священников Петра и Павла, будете ли вы говорить проповедь, вы будете обращаться к народу с разъяснением, почему это праздник, что именно мы празднуем. И поэтому вот давайте, может быть, немножечко заблаговременно подготовим наших телезрителей к этому празднику. Что же мы там празднуем-то в празднике Вознесения? Христос удаляется, уходит. Но надо сказать, что в самом евангельском тексте тоже он, ну, вот эта тревога по поводу Вознесения, она отражена. То есть оно как бы, как вот праздник со слезами на глазах, такой грустный праздник. Дело в том, что когда Христос говорит об этом, апостолы, ну, расстраиваются, очень сильно переживают. И это в тексте подмечено. Он говорит, ну, что вы расстроились, я там ненадолго, да, я пошлю утешитель. Ну, как вот... Не оставлю вас серого. Да, 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 как родитель утешает, когда там в лагерь сдаёт ребёнка на лето, говорит, ну, я приеду навещу, ну, потом увидимся. На самом деле вот такое, как бы по-отечески пытается утешить, но сами вот эти фразы утешающие, они как раз для нас и свидетельствуют о скорби, которая охватила учеников. Но дело в том, что, да, я сказал, что они не поняли, да, надо немножко этот контекст напомнить. То есть Христос воскресает, Он является, Он о чём-то важном продолжает с учениками говорить. Он своим воскресением подтверждает ценность нашего общения с Ним. Они могли очень легко обесценить тот опыт общения с Ним, если бы Он не воскрес. Он воскресает, как бы убеждает их в том, что всё было не зря, да, что-то напоминает важное. Вот, но мы либо об этом не знаем, да, либо это и есть Евангелие, по сути, да, то, что мы читаем. Это, возможно, и есть как раз уже беседа с воскресшим Христом. И последний вопрос перед Вознесением, который задают ученики, когда ты Царство Израиля восстановишь. В это лето уже восстановишь Царство Израиля? То есть это вот их... Всё-таки я не обвиняю апостолов. Дело в том, что иудаизм, он очень политически замотивирован был всегда. То есть это всегда, ну, как вот в древних обществах, политический вождь, он же был духовным лидером и военным тоже. Как Иисус Новин, там, Моисей тот же. Он во многом был как и политический вождь, и духовный предстоятель. Поэтому у них всё это очень, как бы, сцеплено вместе, там, трудно их в этом обвинить. У них сама религия была построена на том, что это Царство должно быть. Поэтому они у него об этом и спрашивают. Но здесь вскрывается, как бы, опять какой-то такой глубинный конфликт о том, что это для самого Христа могло быть сигналом, что дальше нет смысла продолжать это общение непосредственно. Вот. Почему своё присутствие он заменяет как бы Духом Святым, да, присутствием Духа Святого? Поговорим тогда на следующей передаче. А вот про то, что для них это было Царство Израиля, и почему, как бы, этот диалог прервался, да. Ну, во-первых, классические толкования этого праздника, они, конечно, исключают такую конфликтную ситуацию. То есть, в принципе, если мы почитаем святоотеческое толкование, там конфликтных ситуаций нет. То есть, святоотеческая мысль, она была нацелена на то, чтобы истолковать Евангелие максимально гладко, максимально неконфликтно и, ну, в определенном ключе, скажем так, в определенной парадигме. Поэтому праздник Вознесения толкуется именно, что Христос должен, чтобы вот утешитель позвать, да, как-то уйти, чтобы утешитель вернулся, да, и так далее. Ну, это все, как бы, ну, как какие-то антропологические такие, мне кажется, это как, там, пойти домой, позвать мужа, там, или как-то, ну, то есть, надо физически куда-то переместиться, да, чтобы потом физически что-то пришло. То есть, понятно, что Христос, как лицо Святой Троицы в общении с другими лицами мог никуда и не уходить. И потом присутствие самого Христа, в том числе это же и присутствие Духа и Отца, вот, поэтому вот этот уход, он, как бы, такой объясняет, ну, как бы, может, утешает, так, по-детски апостолов, вот, но, по сути, свое обещание-то, как бы, это и не исполнил. Потому что он сказал, что скоро приду, вот. Ну, в контексте вечности. Да. И тысячу лет может быть скоро. Но если мы своему ребенку скажем, уходя на работу, что мы скоро придем и не придем через две тысячи лет, то это не будет скоро для него. То есть, мы должны учитывать временной, временной контекст человеческой жизни. И во временном контексте человеческой жизни две тысячи лет не может быть скоро. Как бы мы ни объясняли это контекстом вечности, но мы не живем в рамках вечности здесь на земле. А не сменилась просто, как сказать, форма явления? Ну, элементарно, Христос является Петру перед тем, как тот должен быть казнен. Явился? Явился. Скоро приду, скоро приду. Вот. Мужу апостолу Павлу. Ну, пусть понятно, в виде, там, волоса. Надо понять, как они, сами ученики, восприняли эти слова, потому что раннее христианство было как раз полно пафосом скорого пришествия. Ну, то есть, видимо, они так и поняли, как... То есть, у нас нет других интерпретаций, кроме интерпретации учеников. А интерпретация учеников вполне однозначна. Он сказал, что скоро придет, поэтому надо быть наготове. Вот. И здесь, конечно, вот если как бы не конфликтно, то все понятно, да. Скоро – это просто у Бога один день, как тысяча лет. Поэтому он может сто лет подождать. Ну, скоро – это пару дней, да, тогда, ну, две тысячи лет. Ну, может, три дня, да. А может, семь или десять, или полгода. Вот. В любом случае, как бы, мы можем так объяснить. Это классическая точка зрения. Или мы можем, ну, заходя, как бы, в конфликтную зону, тут уже, как бы, много вариантов, но они все тревожные, да. Это может быть наша неготовность к его пришествию второму. Вот. Это может быть, опять-таки, наша интерпретация того, как оно должно быть. Потому что, вот мы говорили с вами на первой встрече, идея реваншизма, которая даже в том же идее воскресения заложена, да. Вот идея реваншизма, они рисуют, как бы, второе пришествие, что гей на коне, там, и всех порубят, кого уже в силе придет и в славе. И вот этот момент силы и славы, насколько он человеческий обусловлен в этом тексте? А насколько он именно, как бы, божественный, да? А может быть, как считают некоторые богословы, Христос запускает эру Бога воплощения на земле, да? Воплощаясь в теле человеческом, Бог, как бы, говорит, ну, и нам дает эту возможность, да? И тогда вот эта идея обожжения... Только не так, что когда-то это давно произошло и все, а то, что мы все на этом пути стоим, и тогда оно воплощение Христа, как бы, уже в нас происходит. Но это более тоже такой трудной мысль и не особо применимая, ну, на практике, потому что мы все зачастую недовольны собой и по объективным причинам. Я такую видел смешную картинку, там, психолог сказал, что я должен хвалить себя. Стоит такой котенок у зеркаля, говорит, ну, ты молодец сегодня, целый день лежал на постели, ничего не сделал, молодец. Ну, хоть за что-то похвали себя, что ты ничего не сделал. Ну, то есть иногда даже похвалить себя не за что. Вот, поэтому, а как тогда Бог во мне воплощается, да? Если я сам собой недоволен, то Богу воплотиться во мне тоже вряд ли получится. В том плане, просто я эту мысль не допущу никогда. И поэтому вот ожидание такого славного пришествия, да, оно, с одной стороны, может быть, ну, ошибочным, вот, а с другой стороны, тут много детского такого, ну, как это, инфантилизма, что вот папа придет, порядок наведет. То есть когда мы вот в исхотон все это перекладываем, что Бог должен здесь навести порядок и все, то встает вопрос, насколько мы можем в этом процессе тоже поучаствовать. потому что, ну, возможно, возможно, да, как бы вот в контексте нашей такой беседы, вот уже второй, возможно, все, что нам здесь дано на земле, вот это условия задачи, которые не меняются, да, люди умирают, люди болеют, люди страдают. И в этом всем, ну, мы видим, что иногда прорастает что-то ценное для нас. Может быть, отменяя смертность, отменяя боль, страдания, мы что-то ценное отменяем и для себя, как и для человеческого, в человеческом плане. Все-таки, вот если немножко резюмировать, все, что сказано, сказано и правильно, и красиво, и глубоко, но не совсем я уловил, и я думаю, что телезрители тоже могут согласиться. Что же мы все-таки празднуем в празднике Вознесения? Понятно, что этот праздник со слезами на глазах, это некий акт как будто бы дистанцирования и расставания, то есть тот, который, с одной стороны, говорит, что я с вами во все дни до скончания века, теперь становится для большинства едва ощутимым, маловидимым. И даже Фоме, он, собственно, в финальной встрече, после воскресенья, он скажет, что ты вот видел и уверовал, но блажены те, которые не видели и уверовали. Понятно, что вот эта дистанция, она не может переживаться нами, как некое благо и радость, это то, что мы призваны преодолеть. А что же мы тогда празднуем? То есть вот про слезы понятно, праздник со слезами на глазах, а празднуем-то мы что? В чем содержание вот этого? Некое взросление. То есть папа ушел, тебе надо научиться действовать самостоятельно. Это прям мысль Дитриха нашего, не нашего, не во святых Банхёфера, который говорил о том, что он интересно размышлял на тему постмодернистской идеи, что Бог умер. Вот, там Ницше об этом говорил, и многие там другие, Сартр нет-нет, да заявлял. И когда он это все как бы размышлял над этим, он говорит, да, я готов согласиться, но не что Бог умер, а что Бог удалился. И это признак такой нашей зрелости, да, что одно дело, когда мы живем как ребенок и живет при родителях свое бытие, то есть родители ему рассказывают, что вот так за столом себя не ведут, вот так вот одежду там не разбрасывают, за собой посуду после того, как поел, надо помыть, надо задержать в чистоте свою комнату. А потом достигается взросление, там, 16-15 лет, родителю надо уехать в командировку на месяц, он удаляется в полном понимании того, что ребенку были сообщены все правила и все, ну, условно говоря, какие-то уклады и так далее, и он способен прожить уже по этому укладу и по этим правилам без внешнего вмешательства, без внешнего понукания. И вот это прям, это ваша идея, то, что высказали вы, то есть праздник Вознесения, это праздник нашей христианской зрелости, когда в идеале мы повзрослели, стали 14-17 летними юношами и девушками, и нам разрешается при сохранении законов, заповедей, там, всех правил, норм и так далее, но жить так, как будто бы, как будто бы, да, Бога нет. То есть ему не нужно, как отцу, вмешиваться по любому поводу, там, бить нас по рукам, что мы не в ту розетку лезем, мы и сами знаем, что в эту розетку лезть нельзя. Он не бьет нас там поперемнем, чтобы мы убрали за собой комнату, мы и сами уже прекрасно понимаем, что убрать комнату это... Ну, здесь, мне кажется, вот в мистическом плане есть как бы то, что отличает именно атеистические эти идеи от христианства. Вот это удаление дистанцирования, внешнее такое, оно, по моим вот размышлениям и ощущениям, оно должно привести к внутреннему сближению еще больше. Это как вот, если аналогию вашу продолжить, что папа уехал в командировку, а я о нем думаю чаще, чем когда он дома. Дома есть какие-то другие, когда он дома, а когда его нет, и я вспоминаю, что он это делал, там, выносил мусор или покупал хлеб, теперь это делаю я, и у меня невольно мысль о том, что это было... У меня, ну, такой грустный флэшбэк, сын недавно очень просил на рыбалку, а мне почему-то было тяжело собраться, ну, потому что там надо много что подготовить, я вообще не очень люблю, если честно, вот потому что меня всю жизнь папа водил на рыбалку, он все готовил. То есть я люблю сесть и когда клюет, порыбачить. Но он меня привозил в конкретное место, в конкретное, он конкретно знал, что там, какая глубина, все делал, давал мне в руки удочку, и я ловил рыбу. Мне было это интересно. А самостоятельности у меня вот в этом мало, в этом вопросе. И у меня прям даже такая какая-то вот обида всплыла на папу, думаю, ну, вот мне все, пристает ребенок, вот свози, да свози, свози, да свози. Я думаю, ну, где ты? Почему у тебя нет вот рядом? Да, папа похоронил больше 10 лет назад. Сейчас бы внука свозил там, порыбачили. И вот в этом, ну, тут какая-то, ну, тут и горечь, конечно, упрек, ну, такой как бы несерьезный, что я на самом деле это все, но оно само всплывает. И вот это же тоже какая-то, ну, коммуникация, тоже какая-то связь. Тут и благодарность за то, что было дано мне им. Вот, и вот это удаление Христа, оно обостряет в учениках, получается, память о нем. И они пишут о нем, они рассказывают о нем. То есть оно как-то, ну, и очень интенсифицирует все предыдущее, что было. Именно в этом плане и появляется пространство для прихода утешителя. Потому что пока он с ними, пока папа рядом, можно особо не напрягаться, можно особо не вспоминать. Всегда есть у кого спросить там и так далее. Те, кто повезет тебя на рыбалку и так далее. А вот когда нет, когда обостряется вот это дефицит, через дефицит, через нехватку, оно как-то углубляется очень, мне кажется. Поэтому, да, можно сказать, праздник грустный, праздник взросления, праздник дистанции. Но опять-таки, для духовного уровня каждого христианина. Потому что к этому надо тоже дорасти. Ну, конечно. И если это, телезрители, уважаемые, если это не принимается идея, она может быть для вас ложной. Потому что в православии самое главное добродетие – рассудительность. Поэтому рассуждая, примеряя к своей духовной жизни, мы что-то отметаем, а что-то принимаем. Вот это уровень уже такой неначальный, то, о чем мы сегодня с отцом Сергием говорим. То есть это для тех, кто может эту дистанцию почувствовать, она достаточно болезненно проживается, и эту тревогу пронести, что оно так может быть. Потому что если тревога слишком высока, то надо просто сказать, да это не для меня. Это все равно, что получается там трехлетнего ребенка бить по попе и призывать к осознанности. Это тоже, это так, немножко атмосфера. Есть у нас, да, минутка? Мама читает, как бы, книжку и говорит, самый главный, страшный монстр не под кроватью, а внутри нашей души. И у детей глаза такие большие. Вот. Ни в три, ни в пять нельзя ребенку об этом рассказывать. Вот. После двадцати уже можно. Отче, ну, мы, как бы, половина нашего диалога сегодня, половина времени нашего диалога прошло. Ну, еще один обывательский вопрос. Хотя, честно говоря, мы, как бы, так сейчас в такую степень доверительности диалога вошли и такую степень глубины понимания праздника, что не хочется ее забалтывать. Но в то же время есть еще вопрос, связанный с праздником Вознесения. Они уже связаны не столько с тем, что, собственно говоря, мы там празднуем. И, ну, условно говоря, тот же ракурс, да. То есть сейчас мы посмотрели на этот праздник, условно говоря, с земли на небо. То есть мы ученики, видящие возносящегося Христа. Если посмотреть на этот праздник в обратной перспективе, с обратного ракурса, очень часто возникает вопрос, Христос телесно вознесся? Вот. И, соответственно, все было бы ничего, если бы мы просто сказали, да, телесно, да. Это еще один... Доматрически об этом так и написано. Да, это еще один аспект праздника, что, условно говоря, в Царстве Небесном пребывает освещенная, преображенная, изначально задуманная Богом человеческая телесность, человеческая жизнь такая. Ну, в данном случае Бога человеческая. И вроде бы окей, и мы поставили точку, все, замечательно, спасибо. Но есть ряд вещей, с которыми как будто бы это вступает в противоречие. В частности, 4-й, 5-й, 6-й века христианская церковь переживала жесточайшие богословские споры на тему того, как вообще в Боге совмещается человечность и божественность. И в частности, все, мы помним, ну, те, кто знает, разбираются в истории, в богословии, пришли к некой фундаментальной, четкой, ясной, апофатической формулировке того, как в Боге, во Христе совмещаются божественная человеческая природа. Мы знаем, не слитно, не раздельно, неизменно, не разлучно. Это 2 термина, 4 термина, которые как бы не совсем нам делают, в общем-то, понятным, как, то есть каков механизм. То есть, никак не проясняет. Вот, никак не проясняет. Ну, проясняет, как нет. Как точно не. Ну, апофатика, тисейши воды апофатическое богословие. И вот, мне так кажется, и люди зачастую улавливают это противоречие, противоречие со словом нераздельно. Вот, потому что, ну, если бы мы мыслили себе, даже, понятно, что это камень преткновения, этот догмат о том, что Бог един в троице, в трех лицах, как это, как они там между собой совмещаются, нам очень сложно представить. Но если бы это некое эфирное существо было, вот, нам было бы проще, там, не знаю, ну, три лица представить, как у одного существа, ну, я не знаю, еще как-то. Но когда мы говорим, что Христос, второе лицо, Христой Троицы, Бог-Сын, вознесся в теле, тело как будто бы является конституциирующей вот разделенностью. То есть, вот по границе тела происходит как будто бы разделение, по крайней мере, отделение второго лица, Христой Троицы, от Бога Отца, Бога Духа Святого. Я понимаю, что, может быть, сейчас для наших телезрителей вечернее время, вот, понедельник, день тяжелый, может быть, мы слишком молотом-то богословие ударим по сознанию, но, правда, вопрос такой возникает. каков механизм вознесения? Да, возвращаясь, может, к нашей прошлой передаче, вот сама телесность, насколько мы можем мыслить, что вот все эти кишочки, да, он вознес, там, ну, слизистые тела, из чего состоит, мочевый пузырь, там, и так далее. То есть, насколько это именно принципиально, что это должно быть там, именно в теле. Ну, опять-таки, это очень большая работа, должна быть, богословская. И я вот сейчас, вот вы говорили, догматически есть определение, как мы должны мыслить, как мы должны верить, но при этом каждые сто лет, а то и чаще, догматики переписываются. Была догматика, там, Титери Макария, потом была догматика еще, сейчас катехизис отца Олега Давыдова. Вот. Вот почему возникает необходимость эти вещи проговаривать еще раз, да, и по-другому, на самом деле. Ну, потому что по-другому они уже проговариваются. Мы, конечно, не принимаем идею догматического развития в теоретической церкви, но по факту мысль движется дальше, и мы вынуждены как-то это все перев... И перед церковью, на самом деле, сейчас назревает большая работа взять и переосмыслить это еще раз, потому что эти вещи не проговорены, насколько для нас... То есть, вот, помните, на прошлой передаче там апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. То есть, вот, он же, по сути, выразил как раз ту идею учеников, да, что они готовы были обесценить этот опыт общения, если бы вот не произошло то, во что они верили, да, и это происходит, как бы, они не обесценивают, идем дальше. То есть, если перевозить на наш язык эту ситуацию, то, как бы, если Бог совсем разрывает с нами общение, то наша вера тщетна. То есть, если между нами и Богом не оставится никаких коммуникаций связующих, и тут даже пусть это будет суеверие, да, потому что женщина суеверно поверила, что она дотронется до края одежды этого чудотворца и исцелится. И так и произошло. Но Бог идет на поводу даже у наших суеверий, если это единственная возможность коммуникации с Ним. Потому что общение, коммуникация с Богом это главная ценность. И для Него, и для нас, видимо, тоже. Ну, для Него, видимо, тоже, а для нас точно главная ценность. Поэтому, вот, в плане именно такой телесности, насколько это, это, это как бы работа мысли ни одного богослова должна быть проведена. Потому что мы уже так, ну, как бы мы это констатируем, но так по большому счету глубоко уже в это никто не верит, что это именно там телесность вот такая. Вот. Поэтому мы с вами говорили разные слои, гностические там, если это прям вот иудейская тема, что Христос в своем теле воскрес, и он с каждой этой клеточкой этого тела возносится, да, то тут много, на самом деле, проблем, кроме того, что это еще мы говорим, что Бог вездесущий, его как бы невозможно выделить, а тело, оно имеет параметры ширина, длина, масса, и поэтому если Христос прямо в теле, то он должен какую-то точку в космосе занимать при этом. Поэтому здесь будет вот претензия атеистов как бы объективная, что Гагарин в космосе его не увидел, и за облаком тоже, но мы сейчас улыбаемся, ну, Бога не видал, а ведь если Христос в теле, ведь люди многие сотни лет так и думали, что он где-то там на небе, ну, за облаком или где-то, просто они не могут долететь, вот, мы сейчас освоили ближний космос более-менее, да, и оказывается, что там его тоже нет, но если это тело, оно где-то должно быть, и второй момент с этим тоже связанный, вот немножко, вот вы говорите апофатика, да, что там не так, не так, не так и не так, но апофатика для меня это Дионисия Репагид, который говорит, что Бога нет, как объекта среди других объектов, и вот здесь уже сама апофатика с вопросом именно телесного конкретного вот этого тела вознесения встает в конфликт, потому что если именно это тело где-то оно есть сейчас в космосе, значит, Бог, как объект среди других объектов, пребывает внутри замкнутого материального пространства, а мы этого не можем тоже допустить, поэтому здесь очень такие богословские линии разные входят в конфликт в этом вопросе, поэтому отцы не смогли на четвертом Вселенском Соборе это определить, у них осталась только территория и не так, не так, не так, как точно мы не знаем. Ну, а для нас остается территория и пространство веры, потому что мне кажется, может быть, действительно, есть какие-то мы очень полюбили получать ответы на все вопросы и как-то удивительно стремимся даже акт нашей веры превратить в акт знания, сделать действительно Бога объектом исследования, поэтому ну, поясним, поставим здесь многоточие для наших телезрителей, скажем, что не на все вопросы можно получить ответы, перед некоторыми вопросами мы призваны развести руки и довериться Богу, сказав, что как-то оно есть. Отец Николай, спасибо огромное, с вами, дорогие друзья, мы прощаемся, в следующий понедельник мы поговорим уже в преддверии праздника Пятидесятницы о обетовании Христа перед своим вознесением. Храни вас Господь, до скорых встреч, помоги Господи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова